И в продолжение темы. Севастопольские чиновники обсудили с представителями городской общественности вопросы внедрения технологии раздельного сбора и переработки бытовых отходов. О планах правительства города рассказал заместитель губернатора Владимир Базаров. Снова цитата. Мы ставим задачу внедрения раздельного сбора мусора. Важно, что в этом году региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами должен закончить работу над разработкой системы утилизации мусора. Эту работу необходимо сегодня обсудить, а также выбрать оптимальный способ обращения с ТБО. Обратился к участникам круглого стола заместитель губернатора Владимир Базаров. Как сообщил начальник управления благоустройства Евгений Романенко, сегодня более 50% контейнерных площадок в городе оборудованы специальными сетками для сбора потенциального вторичного сырья. Переработкой таких отходов занимаются пять севастопольских организаций. Всего на территории города размещено около 1200 контейнеров для сбора пластиковых бутылок, макулатуры и стекла. В прошлом году внедрили систему сбора опасных отходов. В 2017 году было собрано 1700 тонн вторичных ресурсов. За первые два месяца 2018 года более 430 тонн. Евгений Романенко добавил, что в этом году планируется отремонтировать еще 200 площадок сбора мусора. Итогом совместной работы стала дорожная карта по внедрению и улучшению системы раздельного сбора отходов и дальнейшей их переработки, а также создание профильной рабочей группы.